Этот туристический сезон для базы Алтай-Эковилледж последний. Под контролем судебных приставов здесь производят демонтаж летних домиков. Незаконные строения принадлежат предпринимателям из Новосибирска. По документам, это земли сельхозназначение, если быть точнее, пасека. По факту, 11 гостевых домиков, баня, бассейн, терраса для проживания туристов. Были проведены судебно-технические экспертизы, которые в том числе подтвердили, что здесь находятся объекты не капитального строительства, но на земле сельхозназначения. И решения суда были о сносе данных домовладений. Важный момент. Участок относится к категории земель сельхозназначения. Соответственно, использовать его можно только в этих целях. Жилищным строительством или обслуживанием туристов здесь заниматься по закону нельзя. Однако предприниматели продолжали осуществлять деятельность вне правового поля. На основании заявления Господа России по республике Алтай об изменении способа и порядка исполнения решения суда, определение майнинского ровного суда, обязанность осуществить сностроение, возложенное на администрацию Нижеродского сельского поселения. Но на сегодняшний день вложники под контролем судебного пристава исполнителя приступили к исполнению решения суда. В ближайшее время решение суда будет исполнено. Алтай-Эковилледж – не единственная турбаза, которой предстоит закрыться. В поле зрения властей более 200 участков, которые используют нецелевым образом. Промежуточные результаты массовых проверок земель в регионе обсудили на заседании межведомственной рабочей группы, созданной по поручению главы республики Андрея Турчака. В контроль надзорные мероприятия проведены без взаимодействия и составлены акты в отношении 3430 земельных участков. При этом на территории 320 из них получено сведения о признаках нарушения земельного законодательства. 214 актов, содержащих сведения о признаках нецелевого использования земель, направлены в управление налоговой службы. Росреестр, Россельхознадзор, ФНС и другие структурные ведомства проверки проводят комплексно. Особое внимание участкам вдоль реки. Катунь – лакомый кусочек для бизнесменов ввиду их рекреационной привлекательности. В ходе земельных проверок в республике Алтай выявлено более 200 участков, используемых нецелевым образом, а также более 100 случаев неиспользования земель. Сегодня рабочая группа приняла решение о сносе двух турбаз, осуществляющих незаконную деятельность. Алтай Эко Вилледж и Манжирок РФ. Напомню, что наша основная задача – навести порядок. Мы идем навстречу тем, кто готов к легализации. Однако тем, кто не готов работать в правовом поле, придется нести полную ответственность. До конца года на предмет законности проверят более 27 тысяч гектаров земли. В случае нарушения пользования землями недобросовестных предпринимателей ждут серьезные последствия, вплоть до сноса объектов и прекращения предпринимательской деятельности. Кристина Чернова, Илья Пятков, Сергей Бертман. День с толком.